Ассоциация Следственных Судей Украины проводит сегодня всеукраинский форум с интересным названием. Суд сегодня, завтра, вчера отвечает на следующие вопросы. Мы сегодня планируем уделить внимание коммуникации между судебной системой и нашим гражданским обществом. Мы сегодня планируем уделить внимание проблемным, злободневным вопросам уголовно-профессуальным и уголовном кодексе Украины, которые сегодня у нас есть. Обязательно коснемся вопроса формирования нового Верховного Суда. При формировании нового сильного Верховного Суда выиграет в целом вся Украина, не только судебная система. И в том числе и Ассоциация Следственных Судей Украины высказывает свое мнение, свои пожелания. Потому что мы знаем сегодня, в том числе и от Одессчины, и тут много достойных кандидатов Верховного Суда. Сегодня выступят на данном форуме кандидаты в Высшую Раду Правосудия. Это наш главный судебный орган, который отвечает за формирование судей нашей страны. И мы дадим возможность данным кандидатам выступить сегодня и участникам данного форума, чтобы они понимали, участники данного форума, для чего данные кандидаты идут в Высшую Раду Правосудия. Что полезного они сделают в целом для судебной системы и конкретно для конкретного гражданина. Сегодня вся община юридическая и не только обговорю вопроса наступного зезда, и основное вопрос на зезду, которое будет выбрана членов Верховного Рада Правосудия. Это конкретный орган, который будет отвечать за формирование судебного корпуса. Вы знаете, что большие проблемы сейчас с доверой к судебным. Поэтому восстановление этой доверой – это основное вопрос. И сегодня это вопрос будет подниматься именно на этом форуме. И просили меня выступить. У меня есть некоторый опыт, поскольку, будучи главой суды, я работал над этим вопросом. И именно это вопросом, поскольку, во время работы над этим вопросом, я погодился на оценку работы судебного самым ведущими. Не просто пересеченными гражданами, которые никогда не обратились к суду, а именно теми гражданами, которые безусловно обратились к суду. Это участники судописи. Я погодился на такой эксперимент, и, вы знаете, у нас результат виявился, ну, деаметрально противолежным. Только мы видим потих национальных испытаний, поскольку работу нашего суду, а именно суды, оценили на 4,7 по 5-балльной схеме, а работу аппарату 4,6. Притом, когда национальные испытания указали на то, что уровень доверия в суспільстве до судей только 8%. Поэтому, я думаю, что мы должны говорить о том, что люди знают про суд. До этого зависит оценка работы судебного. Что нужно сделать, чтобы было больше доверия к суду? Ну, прежде всего, это больше выяснивать работу суду. Реклама судового речи. У нас выяснивается, на жаль, только негативный факт. Про что-то хорошее, что делается в судовой системе, никто не выяснивает. Никто не знает. Это по-перше. По-друге, работа судового речи должна стать более прозорной. Люди должны не бояться зайти в суд, просто зайти и сидеть в зал и сказать, что тут делается. Если говорить о глобальном плане, то я думаю, что это должен быть создать глобальный пресс-центр судового речи, который бы реагировал на все. Есть позитивные речи, выяснили. Кто-то говорит о негативных речах, тоже дали адекватный комментарий. Потому что не всегда негативные речи, как оно выяснилось, не всегда, на самом деле, оно так же было предназначено. И, конечно, это улучшить работу судового. Это уже касается тех, кто обратился. Когда они обратились, они вказали на эти негаразди и недолики. Надо повышать работу судового речи. Суды, когда меняются. Хочем или не хотим, они тоже должны изменяться. Мы должны подналаштоваться по теме потребностей, которые у нас есть в гражданах. А это много вопросов. Сегодня это невеликое навантажение справ. Это связано с тем, что много судов пошли в отставку. С этим тоже нужно каким-то образом бороться. Но так, чтобы люди понимали, что мы для себя не длинные. Чтобы они понимали, что мы единственные. И тогда доверия взросла. Потому что, ну, подстав не доверять судовой владе, как это выяснили, этот способ, который имеет свою информацию, не имеет. Просто про эти проблемы никто не говорит. Они говорят открыто. Что, на жаль, вважается априори, что судья чесный. Не завжди воно так. Но мы про это не говорим. Мы, навіть в коллективах, обговорение этого вопроса, это табу. И я завжди говорю, что если мы не будем говорить про эти проблемы тут, то про них будут говорить так. И про них уже говорили. Мы должны отрицать, что у нас есть. Не все в нас доброе. Но у нас вважается, что все хорошо, все хорошо. Так было с коммунистическим партнём. Все было хорошо. Забачимы давно. Зараз.